САМАРА В ИГРЕ Поощрили за активность. Волонтерам показали, как идет строительство стадиона Самара-Арена. Дорога чемпионов. Журналистам показали, на каком этапе строительство улицы Арена-2018. В Сочи готовится к Кубку Конфедерации. Эксклюзивный сюжет от наших коллег. Новые герои. У Самары теперь семь послов чемпионата мира. Кудесники мяча. Какие команды приедут к нам в гости? С нетерпением чемпионат мира ждут самарские волонтеры. Хотя работать на стадионе им доведется только через год. Но некоторые уже смогли оценить масштабы будущей Самары-Арены. Расскажу сейчас, как это было. Самара ждет чемпионат! Волонтеры уже сейчас активно готовятся к чемпионату мира по футболу. Однако встречать гостей, помогать им рассаживаться и комфортно смотреть матчи будут только через год. Но многие из этих ребят потренируют свои навыки уже на Кубке Конфедерации. Конечно же я хочу посмотреть, как в Казани будет организована работа этой функции, чтобы в дальнейшем в Самаре применить полученный опыт казанский. И сделать все возможное, чтобы у нас в Самаре чемпионат прошел на высшем уровне. На стадионе в Самаре волонтеры будут задействованы в 20 направлениях. Среди которых сервисы для зрителей, работа с командами, медиа-центр, транспорт и медицина. Помогать в проведении турнира будут 1300 человек. А пока волонтеры восхищаются масштабами будущего стадиона. Нравится все без исключения. И вот эта вот задумка с куполом, и то, что он очень большой, красивый, невероятные контуры этого стадиона. А волонтеры, которые сюда пришли, остались довольными. На самом деле он уже очень сильно влечет еще раз сюда прийти, когда уже он будет готовым к проведению футбола. На старую площадку Самары-арены приехал самарский волонтерский актив в составе 60 человек. Те, кто внес наибольший вклад в реализацию промежуточных этапов по подготовке волонтерской программы. Для них это поездка поощрения за отличную работу. Сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть инфраструктуру нашего стадиона, познакомиться с ней, вдохновиться этим масштабным объектом. Потому что это на самом деле сердце чемпионата, да, эти масштабные объекты. И для нас очень большая честь посетить и посмотреть стадион на этапе подготовки. Сейчас волонтерские центры продолжают этап отбора кандидатов. К октябрю уже будут сформированы полные списки по функциональным направлениям. После чего волонтеров начнут обучать. Впереди еще много работы, как и у строителей Самара-арены. Сейчас на арене установлен уже 71 консольный блок из 96. Также завершаются работы по укладке сетей стадиона. Вовсю ведется отделка внутренних помещений. Не теряют времени строители и работают на улице. Начали заливать фундамент, ограждение и строить входную группу. Именно здесь, через центральные ворота и будут заходить болельщики. А везти к стадиону будет новая дорога. 100 тысяч кубометров песка и 60 тысяч тонн щебня. В Самаре полным ходом идет строительство улицы Арена-2018. Она станет основным маршрутом для футбольных болельщиков. А новой дороги в рубрике «Самара» мы сделали. Сейчас улица Арена-2018 это только тонны песка и щебня. Но уже через год именно этой четырехполосной дорогой и девятью метровыми тротуарами по краям и пойдут болельщики, чтобы переживать за свои любимые команды на чемпионате мира. Арена-2018 соединит две самарские магистрали – Волжское шоссе и улицу Демократическую. Съезд к стадиону будет осуществляться через пересечение с улицы Дальней. Сейчас на объекте длиной почти три километра заканчиваются земельные работы. Песчаный слой работники уложили уже наполовину и приступили к строительству щебеночного основания. Все материалы проходят обязательный контроль на соответствии качеству. У нас повседневный контроль лаборатории заказчика. Они здесь каждый день бывают на объекте. За ходом строительства ежедневный контроль. Плюс у нас на объекте также своя лаборатория, которая выполняет работы по контролю качества выполняемых работ. Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам. Их пропускная способность до 12 тысяч человек в час. В тоннеле спускаться смогут и маломобильные горожане, и велосипедисты. Пандусные сходы готовы на треть, а вот сами переходы почти полностью. Мы сейчас сделаем самый главный конструктив, пустить дорожников, а потом уже начинаем отделку. Здесь у нас получается низ полы идут гранитная плитка, а внутренняя отделка будет окраска. Сейчас на объекте трудятся 60 человек и 38 единиц спецтехники. В начале июня дорожники начнут укладывать асфальт. А уже в ноябре здесь полностью откроют движение. А в игре не только Самара, но и другие 10 российских городов. Четыре из них уже сейчас проверят свои силы на Кубке Конфедераций. В нашей эксклюзивной рубрике «География ЧМ-2018» узнаем, как дела идут у коллег из Сочи. Там мэр города проверил готовность столицы Зимней Олимпиады к предстоящему крупному турниру. Остается совсем немного времени, когда Сочи встретит тысячи гостей, которые прибудут на матче Кубка Конфедераций. Замечания к внешнему облику курорта у мэра есть, несмотря на то, что работы по приведению города в надлежащий вид в эти дни ведутся непрерывно. Тротуары надо выдроить, это точно. Значит, бордюры надо, конечно, либо подкрасить, либо отмыть. Ну и по дорогам, вот этим красным полосам, или полосам скотжения, надо тоже что-то придумать. Немало замечаний у главы города к содержанию территорий торговых и строительных баз, которые попадают в гостевые зоны. Недоволен городоначальник и состоянием строящихся объектов, расположенных вдоль федеральной трассы, а также в поселке Мирном. Остановки торговые объекты, прилегающие участки должны быть также в идеальном состоянии. Мы должны понимать только одно. К нам едут в гости весь мир на футбол. Но, приехав на футбол, они обязательно будут интересоваться и городской средой. И, конечно, если мы будем некрасивы, неухожены, то о нас будут думать по всей России именно так. Поэтому мы просто не имеем права по-другому. Нам предстоит большой труд, тяжелый труд, но за эти 10 дней мы должны все привести в порядок. Запланировано и проведение субботника. Задача для горожан – навести порядок во дворах. Инспектировать же территории районов. Прибрежную часть на предмет готовности ко встрече гостей глава курорта планирует ежедневно. После 15 июня – контрольная проверка. У каждого города-организатора Чемпионата мира по футболу есть своя команда послов. И не так давно в Самаре определился их окончательный состав. Шестым стал Евгений Савин, бывший футболист Крылья Сайтов, который сейчас – телевизионный комментатор. Ну а седьмой – звезда российского тенниса Анастасия Мыскина. Давайте с ними познакомимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добровольцы от встречи со звездой получили массу положительных эмоций. Он очень общительный, очень такой задорный, эмоциональный. И зарядил нас очень большими эмоциями, положительными. Очень рада, что была на такой встрече. Это очень помогает популяризировать именно футбол в самом городе и, конечно же, в стране. И такие гости – это очень большое событие. Автограф и фотосессия с городскими волонтерами Евгений Савин отправился на родной стадион «Металлург». На тренировочном поле собрались ветераны «Крыльев Советов». В 75-летний юбилей клуб организовал матч всех звезд. В белых футболках доморощенные куйбышевские игроки, в синих – легионеры. Евгений Савин пришел в «Крыльев Советов» из Пермского Амкара. За четыре сезона он отыграл 96 матчей и забил 19 мячей. Рассказывает, все было, как будто вчера. Нахожусь в таком приятном шоке, потому что многих не видел давно, как, например, Гарника Аваляна. Он меня тренировал еще в Рязани во второй лиге. Мы вспоминали там старые истории. И вот Иржи Ирошика, конечно, Бараса, Ковбу, ну то есть ребят Никулина, то есть ребят, с которыми играл. Ну и, конечно, ветеранов, заслуженных. Людей тоже очень приятно видеть и приятно выйти сегодня на футбольное поле вместе. Никто не забросил футбол, когда закончили. Все играют, так что никаких проблем. Матч ветеранов-крыльев-советов закончился победой команды легионеров со счетом 5-4. Два мяча забил Евгений Савин. Посол Самары города, организатор чемпионата мира по футболу. Она вошла в историю, как первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема. Сегодня Анастасия Мыскина осваивает футбол. По статусу теперь положено. Часом ранее Анастасия Мыскина официально стала послом от Самары на чемпионате мира по футболу. Соглашение подписали в областном правительстве. По традиции, каждый посол оставляет свой автограф на футбольном мяче. Теперь на нем семь подписей. Если честно, для меня эта роль немножечко новая. Я никогда не выступала никаким послом, и тем более другого вида спорта. Потрясающе, что это будет проходить в Самарской области, потому что я здесь бываю частенько. И мне очень приятно, что именно этот регион я смогу представлять. После церемонии Мыскина отправилась в Самарский теннисный центр. Здесь ее уже ждали юные теннисисты. Капитан российской сборной провела разминку, тренировку ударов и подач. Дети остались в восторге. За автографом звезды российского тенниса выстроилась целая очередь, как видите. Заполучить его хотят даже юные футболисты. Анастасия Мыскина стала седьмым послом от Самары на чемпионате мира. До этого соглашения подписали с космонавтом Олегом Каноненко, олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, паралимпийской чемпионкой Николир Дамакином и другими. Теперь они будут представлять Самару на международной арене. Экскурсоводы тоже готовятся к мундиалю. Проверяют знания, получают аккредитации. В Самаре специально для болельщиков придумали экскурсионные маршруты. А первыми гостями на них стали журналисты. Рубрика «Добро пожаловать». Кристина Перфилова водит экскурсии по Самаре уже седьмой год. О городских тайнах и достопримечательностях может рассказывать путешественникам часами. Но чтобы работать во время чемпионата мира по футболу, Кристина должна сдать экзамен по профпригодности и успеть получить аккредитацию до конца марта 2018 года. Тестовая экскурсия проходит по самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Наш город такой удивительный, что ни сказать и ни рассказать о нем невозможно. Немногие знают, что каждый объект – это настоящая жемчужина. И вот такое самарское архитектурное ожерелье собирает каждое здание. Когда-то еще Пастернак говорил, Самара – маленький кусочек Москвы, выхваченный и пересаженный на Волжский берег. Чтобы работать экскурсоводом на чемпионате мира по футболу, гиды проходили двухгодичные курсы повышения квалификации. Они не только знают историю Самары, но еще и физически подкованы. Пешеходный маршрут, он достаточно интересный, интенсивный и требует определенных физических навыков. Ну, неоднократное прохождение радиальных маршрутов, неоднократная тренировка, неоднократный осмотр тех или иных объектов показа и рассказа, он свидетельствует о том, что они достаточно выносливые. Специально для чемпионата мира по футболу разработано пока три пешеходные кольцевые экскурсии. Все эти темы – городская архитектура, история авиапрома и, конечно, футбол. Крыльям советов 75 лет. Два таких маршрута, которые максимально позволят объединить все достопримечательности в этих экскурсиях. На маршруте представлены и театры, на маршруте представлены объекты культурного значения, представлены объекты религиозного культа. Это, по сути, знакомство с городом, для того, чтобы уже болельщики определились, когда приедут они в следующий раз, куда именно в городе они пойдут. В Самаре пройдет шесть матчей чемпионата, правильно? Но, Андрей, кто к нам приедет? Ну, пока неизвестно. Узнаем только в декабре на жеребьевке. А пока идет отборочный этап. Чтобы он не казался сложным, сейчас разберемся. Квалификация чемпионата мира по футболу впервые появилась в 1934 году из-за того, что желающих поиграть на Мундиале оказалось слишком много, а количество путевок было ограничено. Сейчас на 32 места претендуют спортсмены из 209 стран. А потому, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата мира, каждой команде, кроме России, предстоит пройти отборочный турнир. Наша страна, как хозяйка, отбирается автоматически. А 31 место распределяется между конференциями согласно рейтингу. Так, для Европы отводится 13 путевок. 5 – Африки. Для азиатской и южноамериканской конференции по 4 прямые путевки. У Северной Америки – 3. Два оставшихся места разыграют в межконтинентальных стыковых матчах. Представитель Азии сразится с североамериканцами, а лучшая сборная зоны Океания за единственную путевку будет бороться с командой из Южной Америки. Система отбора во всех конференциях похожа. Групповые этапы чередуются с раундами на вылет. У каждой конференции по-своему, в зависимости от количества команд. Самая простая система в Южной Америке. Сборных всего 10, а потому они играют групповой турнир в два круга. Команды, занявшие первые 4 места, поедут в Россию напрямую, а пятая будет играть в стыковых матчах. В этой конференции уже определился и первый гость Мундиаля – сборная Бразилии. Они себе путевку обеспечили досрочно. А самая запутанная система в Северной Америке. Там сборным приходится преодолевать сразу 5 раундов. Подробные схемы отбора каждой конференции вы увидите в нашей группе в социальной сети ВКонтакте «Самара в игре», а также на официальном сайте FIFA в разделе «Квалификация». Выбирайте команды, которые вы хотите увидеть на турнире, и болейте за них в отборочных матчах. Если ты готовишься встречать чемпионат вместе с городом, или будешь принимать иностранных гостей у себя дома, то пиши нам ВКонтакте в группу «Самара в игре» и станешь героем нашей программы. Ну а мы с вами прощаемся на неделю. Увидимся на полях ваших телеэкранов. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова